Всем привет, с вами Даша и вы на самом кофейном канале Кофеек. Мы продолжаем рассказывать о самых известных кофейных брендах, раскрывать занавес истории их создания и обсуждать топовые позиции. Сегодня мы поговорим о голландской компании Pelican Rouge, которая производит кофе премиум сегмента. История бренда начинается в 1863 году в сказочном бельгийском городе Антверпен. Джозеф Ван Леквик и его сыновья основали континентальное сообщество обжарщиков кофе, а чуть позже целую фабрику по обжарке кофе Pelican Rouge. Ребята показали себя хорошими обжарщиками и грамотными бизнесменами. Уже в 1899 году бренд узнавали по всей Европе. Клиентов удалось заинтересовать качественным кофе свежей обжарки, ведь для истинных кофеманов это очень важный аспект. Несколько лет назад голландская компания по производству кофейной продукции для вендинга ICS International купила бренд Pelican Rouge, переименовав себя в Pelican Rouge Coffee Roasters BV. Сделка оказалась очень успешной, ведь по сути два достаточно крупных бренда объединились в одно целое, и теперь кофе Pelican Rouge производится и в Голландии. ICS не перечеркнул историю бренда Pelican Rouge и не перетянул на себя одеяло визуализации. С сентября 2017 года Pelican Rouge входит в состав компании Selecta – крупнейшего поставщика кофе и вендинг-услуг, имеющего 15 представителей в разных странах мира. Кстати, Pelican Rouge разработал целую концепцию кофейной культуры – брендированная фарфоровая посуда для баров, кафе, ресторанов и одноразовые стаканчики для вендинга и кофе-то-го. Также в разных странах работают кофейний Pelican Rouge и отдельно сети кофейных автоматов. Казалось бы, история этого бренда очень простая, без каких-либо скрытых аспектов, но благодаря тому, что компания попала под крыло ICS, развитие не заставило себя ждать. Вот так бывает, стоит оказаться в нужном месте в нужное время. Теперь давайте обсудим продукцию компании. В их ассортименте широкий выбор кофе – в зернах, молотых и даже в капсулах. Специалисты Pelican Rouge постоянно посещают регионы от Центральной Америки до Дальнего Востока в поисках наиболее качественных кофейных месторождений. Компания использует отборную арабику и робусту, заботится о вкусовых предпочтениях клиентов и совершенствует свою продукцию. Теперь рассмотрим самые топовые позиции. Начнем наш обзор с кофе Pelican Rouge Dolce. Это 100% арабика средней обжарки с карамельными нотками и пряно-фруктовым послевкусием. Такой кофе идеально подойдет для приготовления в автоматической кофемашине. Очень вкусный кофе Pelican Rouge Никарагуа – это также 100% арабика, но средней темной обжарки. Качественное зерно с шоколадными нотками и приятным цитрусовым шлейфом. Если вы предпочитаете кислинку, то такой кофе вас порадует. К тому же он потрясающе раскрывает свои вкусовые оттенки в джезве и гейзерной кофеварке. А вот кофе Pelican Rouge Supreme для тех, кто любит горчинку. В его составе 60% арабики и 40% робусты темной обжарки. Кофе весьма крепкий, поэтому утром будет отличным зарядом энергии. Нотки горького шоколада максимально проявят себя в капельной кофеварке. Если вы любите кофе со специями и ненавязчивым пряным акцентом, то обратите внимание на Pelican Rouge Delis – 100% арабика средней обжарки из Центральной Америки. Золотая середина арабики и робусты, ровно 50 на 50. Такой состав в кофе Pelican Rouge Noir. Качественные зерна средней обжарки из Южной, Центральной Америки и Африки. Кофе довольно крепкий, насыщенный и ароматный. Подойдет для приготовления в турке. Любителям светлой обжарки точно придется по вкусу кофе Pelican Rouge Joseph. Это 100% арабика с карамельными нотками. Сразу скажу, такой кофе будет кислить. На мой взгляд, он идеально подойдет для приготовления во франч-прессе. А для счастливых обладателей машинки системы Nespresso есть крутая новость. К примеру, кофе Pelican Rouge Delis и Pelican Rouge Supreme выпускаются и в капсулках. На нашем сайте кофеек.com.ua есть все перечисленные позиции и даже больше. Выбирайте и вперед дегустировать. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Желаю вам вкусного кофе и хорошего настроения. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!